МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа АЛЮМЕД. Предпринимательство – один из столпов современной казахстанской экономики. В этой сфере задействована значительная часть казахстанского общества. Рассказать о своей работе в этом направлении пригласили сегодня начальника отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателя Молинской области Айжан Тажемеева. Здравствуйте, Айжан Алимков. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, каковы основные цели и задачи отдела развития человеческого капитала? Во-первых, я хотела бы начать с того, что Национальная палата АТАМИКЕН – это ведущее объединение бизнеса в стране, которое обеспечивает защиту предпринимателей, прав, интересов, которая является дискуссионной площадкой для решения проблемных вопросов, слободневных именно бизнеса. Если будем говорить именно об отделе развития человеческого капитала, то основная наша задача – это прогнозная потребность в выявлении потребностей предприятий. Также мы проводим системную профориентационную работу для поднятия престижа рабочих специальностей, так как мы знаем, что на сегодня это очень актуально. Ну и, естественно, для того, чтобы… Мы очень тесно работаем с учебными заведениями ТИПО, поэтому мы являемся неким мостом между учебными заведениями и предприятиями. Поэтому наша третья задача – это привлечение социальных партнеров именно в учебный процесс, в дуальное обучение. Вот эти три основные, скажем так, наши задачи. Скажите, какие шаги предпринимает Национальная палата АТОМИКЕН для обеспечения казахстанских предприятий квалифицированными кадрами? Вы вначале уже затронули. Да, как я уже говорила, основная, скажем так, приоритетная задача – это обеспечение предприятий квалифицированными специалистами. Для этого очень многое делается Национальной палаты. Палата инициирует именно предложения для преференции предприятий, для того, чтобы на базе ассоциаций отраслевых создавались центры сертификационные, создавались именно центры, учебные центры, чтобы была возможность у предприятий готовить для себя специалистов. То есть, опережая немножко, скажу, что на сегодняшний день, конечно же, учебные заведения готовят специалистов, но, тем не менее, не всегда учитывается запрос предприятий, скажем так. И здесь вот как раз-таки палата инициировала создание учебных центров, отраслевые сертификационные центры на базе отраслевых. И вот это является своего рода подспорьем. Вот этими моментами именно занимается Национальная палата от Амикен. Скажите, какие направления должны быть основными в рамках реализации задачи, планации и посланий по развитию технического и профессионального образования? — Главные приоритеты в нашей работе — это имена не соответствуют поручениям главы государства в послании народу Казахстана, да, модернизация, третья модернизация в Казахстане. Казахстана — вот глобальная конкурентоспособность, как раз-таки улучшение качества человеческого капитала. Опять-таки повторяюсь, вот повышение конкурентоспособности казахстанских предприятий. Вот для достижения этого именно у нас идет тесная работа именно с техническим и профессиональным образованием, чтобы могли они удовлетворять именно потребности предприятий. На сегодня именно предприятиям нужны восприимчивые специалисты, те, которые быстро адаптируются и, скажем так, поддерживают политику компании. И мы в этом плане делаем очень много, проводим круглые столы, диалоговые площадки, обсуждения идут. И в этом году мы инициировала именно палата, наша региональная палата, мы инициировали в управлении образования предложение о том, чтобы проводить диалоговые площадки. И, конечно, на сегодня есть результаты, очень много результатов. Также мы привлекаем предприятия для того, чтобы проводить мастер-классы для учебных заведений. Особенно, вот я бы хотела бы, если мы говорим, что, конечно, хотелось бы, чтобы государственный заказ, который именно делается, да, чтобы учитывал потребности рынка. Вот в этом отношении немножко вот сейчас мы работаем над этим, но не могу сказать, что это уже стопроцентно идет выполнение государственного заказа по потребности. Но есть и положительный момент, и я бы хотела это отметить. Значит, мы работаем в проекте, значит, германский проект, стратегический альянс в дуальном обучении. В этом проекте участвует колледж экологии лесного хозяйства города Щучинска. И вот они, значит, в этом году обучают специальности мехатроник, по квалификации мехатроник. И здесь отрадно отметить, что здесь как раз-таки набор они сделали, проект начался в 2016 году, и набор студентов они ввели именно из числа студентов, которые по заказу от предприятий, от сельхозпредприятий эти студенты пришли, 14 студентов от разных хозяйств. И, конечно же, это очень удобно, потому что на время посевных, сезонных уборочных работ студенты могут выехать на предприятие, и, в принципе, предприятие тоже это удовлетворяет, потому что они готовят для себя специалистов. И именно по их, скажем так, заказу готовятся для них эти специалисты. За их же средства, да? За их же средства, и очень удобно, что они на сезонные работы, они выезжают, потом опять, когда заканчивается эта работа, они приезжают к себе, и учебный процесс регулируется, скажем так, под их условия. То есть вот такие вот есть у нас первые ласточки, скажем так, и эти студенты уже на втором курсе, нынче в этом году уже был набор опять-таки по этому проекту уже на первый курс. То есть вот такая задача именно, чтобы сами вот эти социальные партнеры, конечно, чтобы они участвовали и в профориентационной работе для того, чтобы привлечь своего работника и того человека, на которого он будет, скажем так, закладывать средства, да, понесет определенные затраты, естественно, завтра это все должно окупиться, потому что это предприятие, которое непосредственно работает на себя. Понятно. Ну, он своего рода инвестиции делает. Да, инвестиции. Интеллектуальные инвестиции. Да, да, да. Скажите, какая работа проводится по поднятию престижа рабочих профессий? Потому что последние годы, я не говорю, что прям последние, но, может быть, 5-10 лет назад престиж очень упал. Вот когда видели мы уже весьма возрастных специалистов рабочих профессий, токарей, слесарей, фрезеровщиков, вот такой профессии, которая штучная, которая требует многих лет обучения, и просто казалось, что их когда-нибудь уже некем будет заменить. До того молодые люди не хотели идти, потому что хотели деньги получать много и сразу. Ну, это такой индивидуализм молодежный. А сейчас время показалось, что такого не бывает. Пожалуйста. Вот в этом плане очень много работы проводится, системная профориентационная работа. Это всевозможные встречи именно по отраслям. Это и швейные предприятия встречи идут, и строительные организации. Мы приглашаем тоже. То есть это и день карьеры, час общения. При палате предпринимателей есть региональный совет, есть совет деловых женщин. Которых мы тоже привлекаем для этих встреч, для профориентационной работы. У нас создан профориентационный центр, тоже инициатива палаты была, на базе строительного технического колледжа. И мы приглашаем туда предприятия, проводим встречи, чтобы именно мероприятия, которые повышают роль человека труда, скажем так. Чтобы, значит, сейчас, конечно, родители в основном немножко настроили на высшее учебное заведение. Но и опять-таки... Чтобы они были белыми воротничками. Но здесь надо же учитывать, что старые кадры устаревают, значит, мы должны готовить. Поэтому вот предприятия с удовольствием идут на встречу. Организованы экскурсии на предприятия. Очень много в этом году. Вот мы на ВАПЭК, ТНС, ДИАС. Ну, очень много предприятий было. Куда мы водили наших студентов, чтобы они все-таки видели, скажем так, саму организацию, этим воздухом, скажем так, могли подышать. И вообще уже знакомство такое было со школьной скамьи, скажем так, с такими предприятиями, градообразующими от Молинской области. Что было представление и у родителей тоже. Ну, конечно, надо отметить, что мы, когда проводим конференции для родителей, именно вот роль родителей в выборе профессии подростка, к сожалению, очень мало присутствует родителей. Вот мы ежегодно, как создали профориентационный центр, мы проводим это. В этом году мы провели уже в ноябре. Следующий у нас по графику будет в апреле месяце где-то. И, конечно, хотелось бы, чтобы больше родителей было, чтобы они имели представление, какие у нас есть учебные заведения, каких они специалистов готовят. В силу того, что многие родители либо заняты, либо как-то думают, что это не архиважное, не очень обращают внимания, в общем-то, на это. И не совсем знают о том, что у нас есть вот такие предприятия, то есть такие учебные заведения, которые готовят по рабочим специальностям. А в этом плане вообще очень много встреч у нас проводится. Скажите, как реализуется дорожная карта внедрения дуального обучения? По поводу дорожной карты, надо сказать, что именно Национальная палата Атомикен совместно с Министерством образования и науки реализует дорожную карту внедрения дуального обучения. Но мы уже не раз слышали об этом и говорили, преимущество дуального обучения – это как раз-таки возможность именно на практике. И учиться, и работать. Да, основное все-таки прерогатива дается практическому обучению, именно роль практической направленности, меньший разрыв между теорией и практикой получается. И, конечно же, более приближенные к производству, скажем так. И надо отметить, что если мы с 2014-2015 года по Акмолинской области вообще 38 учебных заведений, 30 государственных и 8 частных. И если мы возьмем, значит, 2015-2014 год, то в дуальном обучении было у нас 10 колледжей по Акмолинской области. То есть есть рост. В 2016 году у нас уже 20, ой, я немножко, это, 10 было в 2014-2015 году, в 2016 году у нас уже 15 колледжей вошли, а в этом году, в 2017 году уже 25 колледжей. То есть это, естественно, за счет этого и вовлекаются ведь предприятия тоже, когда колледж, потому что есть социальные партнеры, да, те партнеры, которых колледжи и сами находят, ну и мы привлекаем. И на сегодняшний день можно сказать, что именно форма дуального обучения охвачена около 1300 студентов. И подписан договор с предприятием, порядка 1200 на сегодняшний день уже подписан между колледжами. Они практически все будут трудоустроены, гарантированы. Мы будем очень сильно надеяться на то, что, ведь дуальное обучение, как раз таки мы уже говорили об этом, что предприятие готовит для себя студентов, да. Естественно, если студенты будут выдерживать условия, скажем так, компании, да, и будут соответствовать именно, то есть гарантия того, что они будут трудоустроены. Скажите, какая работа проводится с социальным партнерами по привлечению к дуальному обучению? Спасибо за вопрос. Ну вот я уже говорила о том, что основная задача привлечения, да, социальных партнеров. Уже говорила о том, что мы круглые столы проводим по отраслям, да, и организации питания, и швейные предприятия приходили именно в учебные заведения. И здесь хотела бы, вот в этом году мы в октябре месяце проводили вот такое запоминающееся, скажем тогда, мы пригласили именно региональным палатам, мы привлекли для колледжа рукодельницу. Я чисто случайно узнала о ней, ей 75 лет, может быть вы ее слышали, Кужана Ментаева, она вот в прошлом работала фельдшером, и выходя, выйдя уже на пенсию. Да, она уже решила, шитьем занялась, и мы ее привлекли для мастер-класса по швейному производству моделированной одежды. И знаете, насколько это было интересно и для студентов, и для преподавателей. Очень много было вопросов. Колледж, сами преподаватели заинтересовались. Они говорят, и, конечно, мы благодарны Кужану Апайу, что она пошла навстречу, и она активна, и она готова помогать. Очень много вопросов было. Преподаватели как раз такие, они говорят, мы вот планируем скоро у нас мероприятие будет, там по пошиву одежду, что-то. Можно мы к вам с вопросами придем и так далее. И настолько вот заинтересованы и со стороны студентов. И очень интересно, что вот ее работы вот сами отражают историю Казахстана, историю тюркского народа. В ее работах вот именно традиции соблюдаются, обычаи казахского народа. То есть это не только был мастер-класс именно по, скажем, по шитью, да, а вот именно познавательные моменты, воспитательные моменты, поведение девушек, поведение юноши. В то же время, скажите, это коммерчески выгодный был проект обучающий, в смысле, для, на перспективу, то, что научила бы мастериться для студентов, для учеников. Вы знаете, мы, во-первых, когда приглашаем и привлекаем для того, чтобы проводили мастер-классы, мы это делаем для того, чтобы молодежь была в своей профессии. Чтобы зачастую бывает так, что приходят в профессию неготовыми, да, и чтобы как-то вот заинтересовать студентов, чтобы у них проявился именно интерес к этой специальности. Мы вот готовим, то есть мы привлекаем вот таких людей, и в этот же день мы там же проводили тоже индивидуальный предприниматель, молодая девушка, И.П. Валерий Сента по керамической флористике. Вот, тоже очень интересно было, студенты, девушки прям заинтересовались, и мы же делаем это все для того, чтобы по окончании колледжа, учебного заведения, чтобы у них возможность была определенных навыков, понимаете, не только в своей специальности, чтобы и параллельно они могли еще чем-то заниматься. И вот здесь вот эта девушка, Валерия, тоже очень студент, к ней вопросов очень много было, и заинтересованность, она сама начинала с нуля это все, училась сама этому, и вот как бы нет никакой конкуренции, наоборот, вот, скажем так, старшие коллеги, они с удовольствием все это делятся опытом, ну и я думаю, что это подогревает, скажем так, интерес студентов, и то, что подспорит для преподавателей тоже. И еще я хотела бы, вот, раньше я сказала о том, что диалоговые площадки мы инициировали и проводили, да, очень много результатов в этом плане. После вот этих диалоговых площадок, я, наверное, озвучу, это были подписаны, допустим, договоры о сотрудничестве между, у нас, Щучинский колледж, да, индустрией сервисой туризма и детским оздоровительным центром «Лесная сказка», «Отелем Арай». Это вот прям по ходу, вот, только провели мы диалогу, и сразу, значит, по окончании подписались вот эти договоры. Также колледж экологии, лесного хозяйства, мы туда привлекли имбекции, лена, заслужили, вот они подписали меморандумы. Когда проводили, сам колледж проводил с участием нашего филиала, да, директора филиала горно-технический, тоже несколько предприятий, которые с ними подписали тоже договор о социальном партнерстве. И вот 6 декабря проводилась международная научно-практическая конференция, это управление образованием, и колледж агробизнеса совместно они проводили, ну и, естественно, попросили привлечь социальных партнеров, потенциальных, они пригласили своих социальных партнеров, значит, мы со своей стороны пригласили потенциальных партнеров по организации питания. Поехали 4 предприятия, присутствовали именно по организации питания, и в ходе панельной сессии 2 предприятия там же заключили договор о сотрудничестве, это Астория и кафе Альдеркусси, вот эти, потому что в течение года они несколько раз к нам обращались, вот эти предприятия, именно потребность есть у них в специалистах по организации питания. Я говорю, вот, пожалуйста, проводится конференция, увидите учебное заведение, посмотрите, возможно, вы подумаете о том, чтобы заключить. Ну, они действительно увидели возможности колледжа, конечно, они пошли с удовольствием. Именно не среди поваров они были заинтересованы, специалисты какие нужны были? Вообще там несколько у них специальностей, но я именно привлекла организацию питания, к сожалению, сельхозпредприятия, которых мы привлекли именно в этот день, они не смогли, но эту работу мы и дальше будем продолжать. Просто, что я хочу отметить, именно положительный момент того, что вот мы их привлекли, они тут же вот с ними подписали договоры. А так, в целом, эта работа в течение года проводится, и это проводится не только региональной областной палатой, нами, я имею в виду, отделом развития, но эта работа проводится и с филиалами нашими, вы же знаете, что у нас есть в районе, во всех районах, и они аналогичную работу также проводят. И еще один момент, я бы хотела бы, вот результат диалога площадки, проводили в колледже индустрии и сервиса города Щучинска, то, что подписан был договор, я об этом говорила. Второй момент, директор ТО «Турист» Эсмиральда Кабиевна, как раз когда была диалоговая площадка, но никто не говорит о том, что колледж плохо готовит, но у нее были свои требования, определенные требования к экскурсоводам. И она вот именно когда была диалоговая площадка, говорит о том, что изъявилось желание, можно ли мне факультативно проводить занятия. — Самой. — Самой. — И показать мастер-класс. — И мастер-класс, да. И буквально вот на прошлой неделе она вот в Китисе провела для туризма, для группы туризм, именно как проводить экскурсии, занятия провела уже сама. То есть вот то, что мы изначально, настрой у нас такой был, что диалоговая площадка мы проводим для того, чтобы была результативность. То есть это вовлечение предприятий, ну и те проблемные вопросы, которые поднимаются, чтобы они могли у нас решаться по мере, в общем-то, того, что вот это же все время там обсуждаются вопросы того, что и зачастую ведь идет предприятие со стороны, со своей стороны обвиняют учебное заведение, что они не такие готовят. Учебное заведение, в общем-то, не может найти, скажем так, общий язык с предприятиями. Не всегда, скажем так. Ну и чем больше вот они будут встречаться... Да, тем больше будет диалогов, тем... Тем больше будет вот этих площадок в течение учебного года. Я думаю, что все-таки мы со временем придем, мы не можем сказать, что у нас сейчас прямо идеально вот идет дуальное обучение. Есть элементы, есть предприятия, которые участвуют, есть пассивные предприятия, есть активные. То есть вот эти моменты, они как раз-таки и решаются за счет того, что мы проводим вот эти встречи всевозможные. Просто немножко отвлекусь, например, быть хорошим искорствоводом, это означает быть одновременно историком, быть одновременно лектором, ну и, наверное, быть еще хорошим психологом, потому что надо видеть ситуацию какую-то психологическую, в которой находится группа, среди какого-то объекта. Поэтому это очень сложно, и, конечно, я думаю, что это... Вот поэтому здесь вот как раз-таки Смиральда Кабиевна, она как раз уже с огромным стажем работы, она вот озвучила свою проблему, что есть некоторые моменты. И мы договорились, что вот она будет проводить сама. Но это мы не только... Мы проводили встречи с частными колледжами тоже, вот эти площадки диалоговые, банковские работники приходили, директора, заместители директоров. И тоже они с удовольствием говорят о том, что мы можем провести факультативное занятие, как преподнести себя как специалиста, вообще провести экскурсию, чтобы они увидели, да, сам этот банк. И тоже очень сразу же после диалогов площадок они заключали договоры с тем, что вот студенты будут проходить у них практику. То есть вот очень много таких результатов. Хорошо. Есть программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Вот она начала работать в этом году, с 1 января. Вот расскажите об участии региональной палаты предпринимателей. Вот здесь как раз таки, когда вот вышла программа по продуктивной занятости массового предпринимательства, национальная палата тоже инициировала. И по всем региональным палатам, скажем так, было дано задание, скажем так, чтобы мы привлекли предприятия, чтобы они могли, помимо колледжей, которые готовят учебные заведения типа, да, для специалистов, чтобы предприятия тоже могли для себя готовить специалистов. Ну и, естественно, здесь в первую очередь, конечно, потребность, да, что вот предприятие, насколько нуждается предприятие в этом. Поэтому вот мы обратились в различные предприятия, скажем так. И вообще, сам учебный центр может открыть любое предприятие. Ну и только нужно выявить потребность именно такого специалиста, да. И, конечно же, чтобы стать участником именно вот этой программы государственной, они должны войти в реестр национальной палаты. Здесь, на регионах, мы ведем этот реестр региональной палаты. Мы ведем, но при условии, что они соответствуют квалификационным требованиям. Есть определенный приказ о штатном составе центра. Это и наличие мест для теоретического обучения, для практического обучения. Это и наличие книги приказов. Поэтому, когда все это в перечне есть, подается заявление на имя директора региональной палаты. Естественно, мы выезжаем, проверяем все это на соответствие. Ну, таким образом, у нас в этом году созданы два учебных центра. Это на базе ТО Новопек, ТО Асларман, Новопек мы называем, да, и ТО Диас. И здесь как раз-таки они сейчас вот для себя готовят специалистов. Была такая острая необходимость в этом. Они готовят для себя специалистов. И здесь, конечно, была совместная работа с центром занятости города, которые привлекали претендентов для этого обучения. В общем-то, мы в таком тесном, скажем, тандеме работали. Центр занятости города Кокшетау, предприятие и региональная палата, чтобы обсуждали все это, как это будет на месте. В общем-то, увидели наличие рабочих мест, мест для производственного обучения. То есть все это соответствовало, естественно, эти предприятия. И, конечно, если есть возможность предприятия, которые хотели бы участвовать в этой государственной программе, то, пожалуйста, они подают заявление, они заполняют перечень квалификационных требований. И все это проверяется на наличии. И, кстати, на сегодняшний день к нам обращение было от учебного центра Арнаса, это Аршалынский район. Тоже они овощеводов хотят готовить. Внесение тоже в реестр. Они документы все нам подали уже. То есть на новый учебный год, уже с января месяца, мы посмотрим по наличию, что у них это. И, естественно, они будут, если соответствуют, то они будут проводить эту работу. Хорошо. У нас время идет бестротечно. Хотел бы узнать, имеется ли в Атмольской области центр сертификации специалистов? Какова модель формирования реестров? Я в самом начале говорила о том, что Национальная палата инициирует создание центров сертификации. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас пока нет центров сертификации. Но к нам обратилась именно ассоциация из Алматы, ассоциация предприятий легкой промышленности Республики Казахстан. Председателем является Худова. Есть обращение на имя директора палаты предпринимателей. Они именно сертифицируют швейное производство и моделирование одежды. Уже есть опыт у них работы. 372 человека они уже сертифицировали. И теперь у нас мы хотим их... Мы этот вопрос поднимали уже на региональном совете. После Нового года мы их приглашаем. Они презентуют свой центр, работу своего центра. И привлекают наши швейные предприятия, чтобы их представителями были. И таким образом наши швейные предприятия будут участвовать в этом деле. У нас осталось буквально 2 минуты. Ажина Алькуловна, скажите, последний вопрос. Какие шаги необходимы предприятию, чтобы профориентационная работа была результативной? Ну, конечно, для того, чтобы профориентационная работа была результативной, в первую очередь работа с родителями. Вот активно с родителями, я уже говорила об этом, да, что очень мало принимают участие родители в этом. И здесь школам области нужно все-таки обратить внимание на это и работать с родителями. Это и работа психолога, это и проведение профпроп. Вот, вы знаете, вот, допустим, почему бы нам не перенять опыт Германии, когда вот с 10-11 лет дети пытаются участвовать в производстве. Да, вот это же очень... И в этом году, кстати, мы когда были в Германии, именно по проекту Мехатроник, мы зашли на завод Джон Дир, и там, я смотрю, дети вместе с родителями, там дедушки, бабушки ходят, и они запросто садятся в технику, в технопарке. И я вначале не поняла, что это такое. Оказывается, уже они с малых лет приучают их к технике, чтобы дети знали, вот, что есть такая существует техника и так далее. Почему бы вот эти моменты нам тоже не перенять? Я думаю, что это было бы тоже под спорием, чтобы активная работа, и социальные партнеры, то есть предприятия бы, если бы сами участвовали, как в случае с Мехатроникой, да, чтобы они для себя тоже занимались бы подбором кадров, я думаю, тогда мы бы достигли бы результата. И здесь еще я бы хотела бы сказать, что по основам предпринимательства тоже буквально чуть-чуть. Буквально 10-15 секунд. Что у нас стартовал проект, основа предпринимательства проводит это на базе средней школы номер 3, имени Малика Габдулина. Поэтапно идет у нас встреча была в РПП, экскурсия у нас в ЦОП. В этом году открылся 24 ноября. Центр обслуживания предпринимателей, экскурсия. И тренинги наши, бизнес-тренера проводят. То есть это пробный предмет, который элективно будет с 2018 года во всех школах внедряться. Хорошо, спасибо. Спасибо, Арина Олеговна, за участие в нашей программе. Думаю, что то, что мы не успели договорить, все можно будет узнать, увидеть и посмотреть на вашем сайте. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, в ней принимал участие начальник отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей Акмолинской области Айжан Тажмио. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»